Андрей Ходанович, пожалуй, самый известный белорусский поэт и переводчик. Он знакомит читателей с творчеством французских, немецких, украинских, польских, русских литераторов на белорусском языке. Им переведены стихи Виона, Бадлера, Аполлинера, Эдгара По, Паунда, Ондена, Рильке, Бродского, Креницкого, Андруховича и многих других поэтов. Поле проделанных им работ велико, но вместе с тем и достаточно ограничено. Ведь не всегда темперамент автора совпадает с темпераментом переводчика. В этой ситуации спасает написание собственных стихов. Все они близки современному читателю по духу и соответствуют времени. Мне кажется, что сегодняшний автор, когда он думает не только о сегодняшнем, а о завтра, о читачах, которые бы не тратили интересы для литературы, должен быть достаточно активным. Часом отрывать час от своей некой хатной писанины, ходить на встречу, куда его запрашивают. Отказывать на пытания, которые ему задают. И читать, читать, пока есть люди, я спадеюся, пока будет зауседы, каким интересно его слушать. Это очень важно из некоторых причин. Из одной причины мне хотелось, чтобы самой белорусской мовой в белорусской просторе было больше. И я готов для этого делать некие посильные намагания. По-другому, мне к рыху бянтежить, когда литература лечится чем-то анахроничным, далеко-минулым, мертвым, классичным, вечно живым, худше, чем живым. Мне хочется усимыми махчимыми способами, стилистичными, некой активностью, часом навод хулиганством и провокацией, нагадывать, что литература – это заняток живых людей, призначенный для живых людей. На творческом вечере Андрея Ходановича скучать не пришлось. Автор – талантливый оратор, умеющий расположить к себе слушателя. Голосом, мимикой, игрой на гитаре, захватывающими предисловиями к стихам и самими стихами. Он строил творческий вечер так, чтобы каждому слушателю чем-то запомниться. Но главное Андрею Ходановичу, еще и как преподавателю белорусской литературы, хотелось дать новые знания гостям вечера и просто зарядить их хорошим настроением. Гляди, кто брак не пал, их сцен я гнил всю ночь, Глядь, ты в стен с тобой, Лилии Марлен, с тобой, Лилии Марлен. Основная цель, которую преследует Андрей Ходанович – сделать чтение модным и интересным. Он прилагает все усилия и знания для того, чтобы осуществить эту цель. Первая книга поэта и переводчика «Старые стихи» вышла в 2003 году. Сегодня на его счету уже девять поэтических сборников и множество переводов. Сколько именно, уже и сам автор сбился со счета. А личные публикации его стихов и вовсе измеряются трехзначной цифрой. Вместо той плеяды письменников, перокладчиков, у которых хорошая подрихтовка, которые доводят до наших читачев сусветную поэзию, и Чеслава Милоша, и Славу Шимборскую поднимают имена, которые, конечно, молодь повинна наша ведать. Неделя немецкого языка и культуры близится к завершению. И Андрей Ходанович, как человек творческий, сыграл не весьма значимую роль, познакомив брещан со стихами немецких литераторов.